Девочка-пай Здравствуйте! В эфире программа «Зоопарк» и я, Анастасия Новикова. Это животное считается символом духовности и чистоты. Из всех видов этого животного самый распространенный – это северный. На бескрайних просторах тундры, тайги живет это обычное на первый взгляд. Но на самом деле удивительное животное – олень. И мне уже ну очень не терпится рассказать вам о том, как живут олени в нашем зоопарке. В дикой природе существует около 50 видов оленей. Они распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. В городском зверинце Шемкента два вида оленей – пятнистый и благородный олень. Благородный одни у нас самка-самец, а пятнистый олен больше 15 голов. Питаются олени в дикой природе в основном травой мхом. В зоопарке помимо этого есть и специальный корм. Они вообще травоядные, но кроме этого травы, согласно рационе, там рационе есть комбикорм, есть хлеб, есть овес, есть кукурузы. Живут олени в открытом загоне. У пятнистых он побольше, у благородных немного меньше. От дождя и снега оленей защищают небольшие домики. В неволе олени этого вида неплохо размножаются. Каждый год от пятнистых животных в зоопарке рождаются по 3-4 маленьких олененка. Благородные же олени, напротив, за время своего существования в зоопарке потомством не обзавелись. Олени рога – это самый яркий признак, отличающий этих красивых животных от всех остальных. Когда они растут, то покрываются чувствительной и нежной кожей, насквозь пронизанной кровеносными сосудами. Через некоторое время кровообращение, которое доставляет к рогам питательные вещества, прекращается. У основания образуется кольцо, приводящее к их отпаду. В этом случае говорят, что олень сбросил свои рога. Время, за которое вырастают новые олени и рога, может занять от 2 до 4 месяцев. Все олени год один раз выбрасывают свои рога, и потом снова она растет. В моем месте они все будут бросать свои олени, эти рога, а потом снова они у них начнут расти. А куда вызываете потом рога? Рога у нас в зоопарке, но мы думаем, что с них сделают сувениточки. Посетители зоопарка олени любят. Те животные, которые родились в зоопарке, особенно дружелюбны. Людей они не боятся и даже дают себя погладить. Все виды животных, которые рождаются в зоопарке, они вообще подходят к людям. Если животное побеспокоить, жди от него неприятностей. Например, в городском зоопарке олень однажды сбежал из загона. Вот так просто взял и перепрыгнул полутораметровую сетку. Поэтому не стоит бить по клетке, привлекая внимание животного. Не нужно кричать и делать резких движений. И, возможно, зверь сам подойдет к вам, чтобы вы его погладили. Редактор субтитров А.Семкин Приблизиться к оленю не так-то просто. Многие представители семейства оленей, благодаря хорошему обонянию и слуху, чувствуют приближение опасностей за 400 метров. Для того, чтобы подойти к животному, нужно знать его повадки. Это браконьеры уже давно для себя уяснили. Ценные оленьи-рога, которыми можно украсить дом или использовать в народной медицине, привлекают охотников. Похоже, американцы уже придумали один из способов, как бороться с нерадивыми гражданами. В США ловят браконьеров на робота-оленя. Браконьеры – это настоящий бич дикой природы Америки, говорит специалист Организации по защите животных Элис Трау. Браконьеры наносят непоправимый вред окружающей среде. Например, популяция оленей в этих местах за последние пять лет сократилась почти вдвое. И во многом этому способствовали бесконтрольный отстрел животных и нелегальная охота. Ждать, когда охотники-нелегалы кого-то подстрелят – это прошлый век, считают американские полицейские. Теперь стражи порядка действуют на опережение. И помогают им в этом роботы. Этот олень только кажется обычным чучелом. На самом деле это очень сложная машина. Робот может оглядываться по сторонам, двигает ушами и даже моргает. Любой охотник издалека не отличит этого механического зверя от настоящего. Управляется такой кибер-олень с расстояния 50 метров. Роботы устанавливают на видном месте. А рядом, в засаде, находятся офицеры полиции с дистанционным пультом и ждут. Практически мы используем тот же метод, что и браконьеры – ловля на живца. И этот метод нам здорово помогает следить за порядком. За день мы иногда задерживаем до пяти браконьеров. Два пулевых отверстия в теле, два задержанных браконьера этого механического оленя можно считать ветераном борьбы с незаконной охотой. Но даже если охотник не попал в искусственное животное, его все равно могут привлечь к ответственности. И тогда ему грозит тюремный срок от одного года до пяти лет. Гонки устраивают на лошадях. Существуют крысины и бегают даже черепашьи. А еще ездят на перегонки на оленях. Представляете, эти животные могут развивать скорость до 80 км в час. Но это не единственное их достижение. Северные олени – это единственные животные, глаза которых могут менять цвет. Он меняется в зависимости от времени года. Их глаза обладают золотистой расцветкой в летнее время. Но во тьме зимы сетчатки глаз становятся менее отражающими. Их цвет меняется на голубой. У некоторых оленей на шее шерсть несколько больше, чем у других. И именно это придает им благородный вид. Перед началом брачного периода олени соревнуются друг с другом за внимание самки. Такие соревнования часто бывают очень жестокими. Северные олени могут менять летние сандали на зимние сапоги. В жаркое время, когда земля мягкая, днища копыт становятся губчатыми. Зимой подушечки затягиваются, чтобы открыть край копыта, который врезается в снег и лед и позволяет избежать скольжения. И откапывать из-под снега мох. Самый маленький олень весит около 2 килограммов, а его рост не превышает 25 сантиметров. Его научное название – малый канчель. Зоологи его величают олененком. Учитывая, что северные олени могут развить скорость до 80 километров в час, совсем неудивительно, что люди используют их для организации гонок. Гонки не отличаются от соревнований на лошадях или верблюдах. Наездники управляют оленями и зупряшки. Он бежал и сильные рога Задевали тучи и облака И казалось, будто бы над ним Становилось небо голубым Вернись, лесной олень По моему хотенью Умчи меня, олень В свою страну оленью Где сосны рвутся в небо Где бы живет и не был Умчи меня туда, лесной олень Не так давно на сайте от Rarki.z появилась новость, которая нашла отклик в сердцах пользователей. Шимкенский пиар-специалист Алла Дикань после путешествия в Турцию разместила в своем аккаунте в Facebook наблюдение об отношении к домашним животным. В Стамбуле живут тысячи собак и кошек. Отличить домашних от уличных можно только по ошейнику. Они есть у домашних животных. У собак бездомных на ухе пластиковая клипса, говорящая, что собаки сделаны прививки и она стерилизована. Собаки ходят с хозяевами на работу. С собаками гуляют в парках, кошки спят на машинах и сидят с людьми в кафе. К любому бездомному зверю можно протянуть руку, и он придет, чтобы его почесали за ушком. Звери просто не знают, что их могут бить, пинать, уничтожать. В Турции очень серьезные законы по защите животных. За неисполнение обязательств перед зверушкой, за его издевательство или за отсутствие еды и заботы можно получить не только солидный штраф, но и реальный срок. Если сравнивать последние новости нашего региона о том, что начался отстрел бездомных животных, наблюдение из Турции смотрится весьма контрастно. В День Святого Валентина поздравляют не только людей. Выдрам в аквариум парке Йокогамы подарили съедобные валентинки. Лакомство в виде сердца порадовало морских обитателей. День Святого Валентина отмечают забавные обитатели аквариум парка в Йокогаме морские выдры. Им приготовили специальное угощение – лакомство в виде красного сердца. Одним из первых его получил самец по кличке Ютан. Завладев мороженым сердечком, Калан тут же демонстрирует его зрителям. Я думаю, такие вещи делают человека счастливым, поэтому надеюсь, что люди позволят своим чувствам проявиться. Мы пришли сюда вдвоем с сыном. Это было мило, правда? Да, было забавно. Они так смешно резвятся, даже непонятно, где у них лапы, а где что. Морские выдры или каланы – очень дружелюбные и доверчивые животные. В японском аквариуме «Морской рай» они единственные обитатели, получающие лакомство в виде сердец перед Днем Святого Валентина. Кто из нас в детстве не хотел обзавестись необычным домашним животным – лисой, кроликом, ну или бельчонком? Мужчина из польского города Щицин осуществил свою мечту. Он выходил маленького бельчонка, и теперь они – неразлучные друзья. Человек и белка, которая не оставляет его ни на секунду. Такую картину можно часто наблюдать на улицах польского городка Щицин. Я гулял с собакой, вдруг что-то почувствовал под ногой. Оно зашевелилось. Подумал, ну не могут же орехи и каштаны шевелиться. Я поднял это, и оно оказалось белкой, тоненькой, как шнурок. Сначала Тадеуш подумал, что бельчонок не выживет. Слишком уж маленьким он был. Я прижал его, он согрелся и начал двигаться. Тогда я подумал, что всё будет хорошо. Человек принёс белку домой. В интернете прочитал, что её можно кормить козьим молоком. Он взял пипетку в лапки и начал пить. Высосал три пипетки подряд. Я назвал его питеком. Он был такой же крохотный, как та пипетка. Тадеуш отвёл для бельчонка отдельную комнату – охотничью. «Теперь там всё покусано, даже двери. В его комнате деревянный пол, а под ней моя спальня. Он просыпается в шесть утра и начинает скакать». Необычный питомец радует и соседей. «Каждый хочет, чтобы белка на него взобралась. Особенно дети. Люди на улицах угрюмые. Но когда видят белку, то расплываются в улыбке до ушей. Хоть какая-то радость для них». Мужчина говорит, что совсем не настаивает, чтобы белка оставалась жить у него. Но у белки свои соображения. «Он может прыгнуть на дерево и убежать. Я хотел бы этого, но он сам не хочет». Позади бесчисленные тренировки и упорные старания. Ещё несколько взмахов щёткой – и можно выходить на ринг. К весь мистерскому ток-шоу готовятся сотни собак. Готовых побороться. Зазвони лучших из лучших. Позади бесчисленные тренировки и упорные старания. Ещё несколько взмахов щёткой – и можно выходить на ринг. Сотни породистых собак готовы побороться за звание лучшей на 140-м вестминстерском док-шоу в Нью-Йорке. В этом году сразу несколько нововведений. В чемпионате участвуют семь новых пород. И в соревнования добавлена ещё одна категория. «У нас есть соревнования на ловкость, и теперь будет ещё и состязание на послушание. Кроме того, в этом году в нашем шоу дебютируют семь новых пород. Две из них будут представлены в рабочей и спортивной группах». В числе новых участников – трёхлетний Лагота Романьола по кличке Каноли. «Независимо от результатов, для нас честь находиться здесь и впервые представлять эту породу на вестминстерской выставке. Я чувствую радость». Наводят красоту перед выступлением собаки и других пород, представляемых на выставке уже не одно десятилетие. «Этому венгерскому командору шесть с половиной лет. Он рабочая собака и приспособлен к тому, чтобы пасти овец. А эта естественная для породы шуба защищает от хищников». Практически готова к состязаниям, и это девочка Ризинс Шнаутцер с отточенными словно у статуэтки формами. Она уже стала чемпионом выставки в Канаде. Теперь мечтает о новой победе. «Есть много собак, которые хотят просто лежать на диване, и это замечательно. У меня много таких дома на кушетке. Но она хочет быть суперзвездой. Поэтому мы позволяем ей идти к этому». В этом году на вестминстерской выставке состязаются 2700 собак, примерно 200 пород. Жюри выбирает лучших представителей семи групп – гончей, спортивной, неспортивной, рабочей, пастушьей, декорация и терьеры. Как стало известно позже, победителем среди всех участников стал немецкий короткошерстный поинтер по кличке Сиджей. Козел Тимур отверг предложенную ему пару. Коза Манька, одна из потенциальных невест Тимура, 14 февраля отмечала день рождения. И в качестве подарка ей преподнесли встречу с суженным. К сожалению, свидание не удалось и закончилась агрессия со стороны Тимура. Вот только и Манька не промах, дала козлу достойный отпор. Не только гринписовцы защищают животных, они и сами в состоянии за себя постоять. Видео с вооруженным крабом из Бразилии покоряет интернет. В видеоролике краб с ножом в клешне пытается сбежать от снимающего его мужчины, предположительно от повара. В комментариях пользователи сравнивают морского жителя со злодеем из голливудского боевика и массово шутят про криминальную обстановку в Бразилии, где даже краб в целях самообороны вынужден носить с собой нож. Время нашей передачи заканчивается. Если вы не можете часто посещать зоопарк, то предлагаем вам смотреть нашу программу. Ну а если и это вы не успеваете, не расстраивайтесь. На сайте Odderark.z можно посмотреть каждый выпуск нашей программы. Не забывайте, любите животных, и они полюбят вас в ответ. С вами была программа «Зоопарк» и я, Анастасия Новикова. До встречи! «Зоопарк» и я, Анастасия Новикова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова